Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня я хочу рассказать вам о своей коллекции сумок. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Коллекция сумок у меня небольшая, но она мне дорога, даже та, которая есть. И вот я периодически, конечно, избавляюсь, сейчас уже совсем немного осталось, да, и периодически избавляюсь, то продаю какие-то, если дорогие сумки, и не очень они уже. Нравятся, либо дарю своим подругам, и очень много чего я уже раздарила. Вот все, что сейчас осталось, я уже не дарю, потому что оно мне дорого. Итак, начнем мы с сумки, которую я сейчас ношу. Я ее долго-долго выбирала, вы все, наверное, знаете, да? Я ее как раз купила и снимала тег, что в моей сумке. Вот как раз-таки я меняла на нее, она вот с такими синими штуками, мне это очень нравится, необработанные края, вот, значит, она с виду такая, сзади вот кармашек, и внутри очень-очень много отделений. Единственный минус, который в этой сумке, то есть я проходила в ней, в ней помещается все, в ней есть два отделения, ну, больших, в общем, да, для косметички, по бокам, внутри и так далее, да. Фирма эта Farfella Rossi. Прекрасно, все хорошо, но все-таки она глубоковатая для меня. То есть мне вот такую, наверное, да, надо было. Итак, и следующая моя сумка, то есть черная, да, на осень-зиму, она отлично была. Скоро я буду менять и соскучилась из-за своей сумки, которую купила себе как раз к 8 августа, к своему дню рождения. Моя весенняя сумочка. Вот она, вот, это бренд у нас, какой? Мне даже девочка спрашивала недавно, я ей писала. Vansi Exclusive, вот, но я не нашла на сайте уже таких сумок, а в магазине я ее покупала одну. В общем, она широко открывается, здесь тоже есть отделение посередине для косметички, два больших отдела, просто открываешь и все видно, вот, все, здесь не нужно искать, потому что в той сумке я все ищу, с ума схожу. Я уже за ней соскучилась, у нее такой интересный, вот, и она такая, такого цвета и такого дизайна, очень такая аккуратненькая, нежная, вообще, я ее обожаю. И купила я ее себе в Ростове, и вот ту черную сумку первую я тоже купила в Ростове. Такие вот прям, то, что я прям ношу много, потому что я обычно меняю сумки постоянно, да. Дальше перейдем, ну, к спортивной сумочке, которую я ношу. Это не сумочка, а такой больше у меня такой, как его называют, рюкзачок, да. То есть ходила когда на танцы спортивкой, тоже закину все сюда быстренько, и она очень удобная, смотри, какой красивый цвет. Вот, очень стильненький тоже, его никому не отдаю, хотя у меня таких было многие, их пораздавала куда-то. Также у меня есть вот такая вот сумочка Calvin Klein. Я ее, в принципе, использую для косметики. Вот когда я занималась мейкапом, ходила в клубы, делала девочкам макияж, я вот сюда складывала всю свою косметику. А мою эту коллекцию теней вы уже, наверное, видели совместно с Лизой, мы снимали. Вот такая вот просторная, объемная сумка, как раз для теней. Дальше у меня, значит, есть такая вот маленькая сумочка. Вообще не понимаю, чей это бренд. Вообще это не сумочка, а какой-то клоч косметичка непонятный. Он такой вот. Но он такой прикольный, я не знаю, с ним так прикольно сходить куда-то в клуб. Он был, я не помню, уже ходила я или нет с ним вообще куда-нибудь. Но что-то он такой весь подзатертый, видимо, ходила. Может быть, когда я вылетала куда-то, то было удобно взять его просто с собой. Очень красиво блестит, мне нравится. Но единственное, что вот этот камень, вот этот материал очень быстро портится. Также у меня есть такая сумочка-косметичка от Shiseido. Я ее постирала, и она стала какой-то невзрачной. Не знаю, лежит у меня, не знаю для чего. Может быть, ее пора кому-нибудь отдать. Ну, в общем, как косметичка. Дальше, дальше. Вот такую сумочку, очень классную. Мне подарила моя подружка, когда я к ней прилетала на Мальту. Она живет у меня на Мальте. Надюшка, привет. Спасибо за сумочку, она у меня. Она очень классная. Вот, я не знаю, я эти фирмы вот где-то видела. Мне очень нравится вообще. Она сделана очень качественно. Что это за фирма? Я не выучила. Что написано? Прин... Принсиплес. Принсиплес или Принкиплес. В общем, вот так вот написано здесь. Она очень вместительная, да. У нее кармашки тут вот, как для всех. Ну, ручки, которые можно на плечо кинуть. Немаленький, приятный цвет. В общем, я когда к ней приезжала, у меня не было сумки, чтобы на пляж, знаете, ходить. И она мне ее дала. Вот. И что-то она мне так понравилась, что я с ней все время бегала. Потому что сюда можно и тетрадку положить. Еще что-то я училась там на Мальте. Английский учила. Вот. И это было очень удобно. И в итоге она говорит, что тебе нравится, забирай. Я ее забрала. Спасибо, дорогая. Дальше у меня есть вот такая небольшая сумочка. Которая тоже как раз осенью. Даже летом я с ней ходила, хоть она и черная. Эту сумочку подарила мне другая моя подружка. Она привезла ее из Таиланда. Тоже очень приятно. Такие вообще приятные подарки. Особенно из других стран я очень обожаю. Это для меня какая-то такая память. Это не просто сумка, которую я купила. Это сумочка, которую мне подарили, привезли. Кусочек другой страны. Она вот так открывается. Так как я очень люблю черепа, кресты. Во всяком случае любила. Это раньше мы с ней прям носили вместе. Сейчас, конечно, меня тянет на Микки Мауса. Что-то детское пошло. А уже и Микки Маусы даже надоели. Не знаю. Сердечки, бабочки. Что-то такое, наверное. Не знаю, на что меня потянет. И она такая через плечо. Очень удобная. Спасибо, Любочка. Сумочка у меня до сих пор. Буду носить ее. Дальше. Раньше, когда я куда-то ездила или, не знаю, допустим, в Ростов я приезжала. И там пляжи туда-сюда. Я не любила таскать свои сумки. Или куда-нибудь на море, когда уезжала. Да, там на ту же Мальту. Я нигде не могла найти. Всегда с собой брала такие прикольные, знаете, как на пояс. Да, такие сумочки. И вдруг я зашла в H&M, по-моему, H&M, нет, не H&M, на Рэ, что-то называется, магазин. Резву. Что-то, может, написано. В общем, ага. Ривьер Исланд. Ой, я правильно сказала, что на Рэ. А то, знаете, на Рэ, а там, оказывается, на Рэ вообще не пахнет. Вот такие две сумочки купила. Но мне не пришлось ни разу даже ходить, чего на Рэ. Я даже бирки не сняла. Вот такие сумочки. Сколько они стоили, кстати? Стоило 1800. Была распродажа за 1000 рублей. Вот я взяла одну. Смотрите, какая она прикольная. На поясок. А так я покупала, знаете, спортивная такая, не о чем-очная. А эти стильные. Значит, бежевая одна. А другая вот такая вот. А вот такая вот под тигру. Здесь вот тоже беж сзади. Внутри вот все черное. Тоже. Я решила сразу купить две. И в итоге вот я их купила и еще ни разу не одела. И уже после того, как-то мне не пришлось. Ну и что? Остается у нас совсем чуть-чуть. Это коллекция кошельков. Один кошелек, с которым я сейчас хожу. Это Louis Vuitton. У меня не закрывается. Богато живем, да? Да нет, здесь карты, паспорта. Я, в общем, все в кошелек положу. Знаете, чтобы достала. Не в сумке лазила, искала, чтобы достала кошелек. И все в нем нашла. Здесь кучу карт. Всякие документы. В общем, все-все. Вот, Louis Vuitton. Люблю. Также у меня есть кошелек Prada, который давно-давно дарила мне моя Анечка на день рождения. Спасибо, моя дорогая. Я его храню, никому не отдаю. Я его уже даже стирала. Так что он у меня сейчас чистенький. И вполне возможно, что этим летом я буду его носить. Потому что он розовенький, с камушками. Я все равно продолжаю любить эти цвета. И, в общем, Louis Vuitton темный. Такой уже надоел, как бы, да. И так что я буду носить Prada. Спасибо, Анютка. Вот такая вот память от тебя. И вот недавно мне подарили на Новый год. Кошелек. Jean-Franc Ferré. Он такой вот. Его тоже очередь когда-нибудь придет. Он просто немножко маленький такой, аккуратненький. Как раз если у меня будет маленькая сумочка, в которой такие большие кошельки не помещаются. Видите, насколько он меньше. Такой он и тоньше, и такой весь покомпактнее. То я буду использовать этот кошелек. Потому что он вот в любую сумочку ляжет. Даже вот в такую маленькую. А те не ляжут уже. Не лягут. Не лягут. Стараемся правильно говорить. Вот. Вот, в принципе, и все. Вот моя маленькая коллекция. Она болтала уже ой-ой-ой сколько. В общем, дальше я хочу обязательно куда-нибудь поехать. И прям вот хочу купить себе оригинальные сумки. Либо Лисавлоран мне очень нравится. Ну, или что-нибудь такое. Шанель, Диор. Оригинальные сумки именно в магазине. Вообще, я хотела бы в Италии где-нибудь купить. Или во Франции. Но пока что меня все устраивает. И видео для любимого. Хотя он их уже не смотрит. Но, в общем, он все равно узнает, что я хочу такие сумки. И обязательно я их получу. Я так думаю. Пока что я не планирую покупать никаких других сумок. Все меня устраивает. Но если я найду что-то за чудо-сумку, я обязательно ее куплю. Так, всем спасибо за подарки, которые вы мне дарили. И спасибо моим зрителям, подписчикам за внимание. Если вам понравились мои сумочки или какие-то особенности, ставьте лайки. Пишите в комментариях. Я скажу, где что покупала. Как на что называется, если что-то где-то не сказала. И подписывайтесь на мой канал. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.